День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Я пытаюсь изобразить свадебный марш Мендельсона. Почему? Потому что говорить мы будем... В этот день соединяются сердца, и там корабль отправляется бороздить. Пусть партия продолжает, значит, там, с честью несите, как это там было, что-то там, советской семьи, там, стройкодекс морального строителя коммунизма, то есть, ну, как читали раньше же. Женщик может поцеловать невесту, я всё-таки... Есайгу. Мы про свадьбу будем говорить сейчас, а не про 28-й съезд. А у нас в гостях Яна Милая и Кристина Гурович, основательницы Ассоциации латвийской свадебной индустрии. Здравствуйте, доброе утро. Зачем вы пришли? Поговорить об индустрии. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Доброе утро, Александр. Доброе утро, Олег и дорогие радиослушатели. Первое мы хотели рассказать сегодня о том, как замечательно, что вы нас пригласили. И хотели рассказать... Рассказать, продолжайте рассказывать. Рассказать вообще о том, как пришла эта идея. И в связи с пандемией латвийская свадебная индустрия, как и многие другие отрасли, пережила не лучшие времена. И мы пришли к выводу, что эта индустрия нуждается в поддержке, в сообществе и защите своих интересов. А до этого, кстати, получается, что все действовали разрозненно, да? То есть не было какого-то объединения тех, кто помогает людям отпраздновать этот прекрасный день в жизни. В принципе, да, я сама являюсь организатором свадеб, у меня свое агентство. И на рынке всегда было так, каждый сам за себя. Кто с кем дружит, это одно дело, но в принципе каждый работает сам по себе, сам организовывает, сам проводит, сам работает на проектах. И у нас не было как раз-таки такого сообщества, где мы воедино одно целое. Вот, и поэтому мы решили, что в принципе нам нужно такое сообщество. И почему мы пришли к этому? Первое, что хотелось здесь в Латвии организовать, это премию, конкурс, Latvian Wedding Awards. То есть у нас столько специалистов, которые предоставляют действительно качественные услуги. И профессиональные услуги, это очень красиво, это помпезно, это круто. А как тут можно сравнивать? Потому что мне кажется, что это такое очень специфическое, ну вот кому-то свадьба без драки, это не свадьба будет. Ну вот, ну что это такое? Для кого-то, ну то есть для кого-то это обязательно должен быть Букингемский дворец снятый, там все в параду. Ну то есть вот это же очень такое личное. Ну да, на самом деле, как планируете оценивать? У нас будут члены жюри, да, это люди, которые известны уже на всю Латвию, это люди с авторитетом. То есть этих людей уважают, и мы соберем определенное количество членов жюри, которые будут оценивать по критериям. У нас уже все критерии прописаны на сайте, и участники, которые будут участвовать в этом конкурсе, они уже могут ознакомиться с этими критериями. А участвуют кто? Сами агентства, устроители свадьбы, отдельно музыканты, женихи с невестами? Да, у нас 31 номинация, это… Больше, чем на «Оскаре», по-моему, даже. Раза в два. Но мы к этому и шли, в принципе, да? Да, конечно, так кажется, что свадьба, вот есть организаторы, все, а нет, очень много людей делают этот праздник, и поэтому можно зайти на наш сайт www.lva.lv, ознакомиться с номинациями, могут участвовать как частные лица, так и компании, например, свадебное агентство, и также это может быть свадебный фотограф, свадебный, свадебный фотограф и так далее. Также у нас будет онлайн-голосование для восьми номинаций, мы решили, что мы хотим, чтобы жители Латвии также могли выразить свой голос и выбрать своего фаворита. Это также можно будет сделать у нас на сайте. Вот, ну и, наверное… Да, по номинациям 31 номинация, что, должны понимать, что у всех есть шанс побороться за лучшего специалиста, да, то есть это и фотографы, и площадки, рестораны, гостиницы, все-все-все-все-все, вот, и, конечно же, 8 онлайн-голосований, да, 8 онлайн-номинаций. Хорошо, но вот, например, как будет оценивать Тамаду? То есть что должен уметь тогда Тамада, чтобы победить в конкурсе? Первое, что мы, конечно, хотим видеть… Вообще, уначально название Тамада больше, наверное, не используется в свадебной сфере. Не, ну кто-то, может, и использует, да, может, кто-то еще и использует. Но по стандартам, по тенденциям, как вообще на сегодняшний день, эта профессия называется в свадебной ведущей. Больше такое шоумен, и что мы хотим от них, например, видеть, это видеопрезентация, насколько человек, насколько ведущий подготовит оригинальную презентацию, видеопрезентацию. Конечно же, члены жюри, они будут смотреть, оценивать оригинальность, креативность, внешний вид ведущего, отзывы на сайтах, отзывы в соцсетях. Это все будет просматриваться, все будет очень четко. Ну, видите, здесь ведь тоже очень все, мне кажется, ну, субъективно, потому что есть, кажется, открою интернет, можно найти, вот, например, конкурс, свадебные конкурсы, любой может, ну, как бы, стать вот этим свадебным ведущим, кажется, ну, потому что вот весь список конкурсов, есть, понятное, какой-то вот сценарий проведения их тоже можно найти. Вот что должно отличать, вот, настоящего, например, ведущего, чтобы ведущий, ведущий? Несомненно, ведущих, как девушек, так и мужчин, очень много у нас в Латвии. И очень сложно оценить по-настоящему, насколько этот человек хорош, потому что у каждого свой вкус, да, то есть мы сегодня сходили на одну свадьбу, там классный ведущий, завтра сходили на другую, там классный, кому-то он мог не понравиться. Но, в целом, хорошего ведущего уже сразу можно понять по его оригинальности, как он общается, как он завлекает гостей, то есть насколько он креативный. И очень много можно увидеть, на самом деле, на Фейсбуке, в Инстаграме вот эти отзывы. Реальные люди всегда пишут отзывы о том или ином, скажем так, специалисте. Ну, кстати, параллельно беседе я нашел в сайт, зашел, да, вот номинация «Лучший свадебный ведущий», и что там, стиль, умение ведения, умение говорить, креативность, видеопрезентация до трех минут. Вот, вот. Все расписано достаточно четко. А сама церемония, я так понимаю, будет весной? Да. И призы? Конечно. Как же без призов, это же должно быть лучше, чем Оскар. Да, спасибо, что напомнила про само награждение. Как раз сегодня у нас, во-первых, начинается прием подачи заявок на нашем сайте. Дальше оно продлится до 31 января, и весь февраль жюри будет оценивать. И, соответственно, завершающий этап, 10 марта пройдет долгожданное, грандиозное мероприятие. Это награждение победителей. Туда будут приглашены финалисты. Произойдет это награждение в одном из самых красивых мест Риги. Пока не будем раскрывать эту тайну. Вот, соответственно, будут награждены победители от ассоциации, будут подарки. И такой небольшой бонус. Все победители будут приглашены стать первыми членами клуба ассоциации. Вы туда будете принимать только победителей или всех, кто пожелает в эту ассоциацию? Вообще, изначально мы планировали... То есть у нас есть на сайте возможность подать заявку стать членом клуба ассоциации, которые должны пройти, конечно же, по определенным критериям. То есть они должны написать мотивационное письмо, у них должен быть стаж работы, отзывы, наличие сайта. То есть мы должны этого человека посканировать рентгеном, для того, чтобы понять, что этот человек действительно лучший. Но, конечно же, первые участники членов, члены клуба ассоциации, они станут именно победители. Потому что как раз-таки жюри определит, что это лучший специалист на рынке за 2021 год. Скажите, пожалуйста, опять же, я не перестаю ползать по сайту, а свадебный ведущий, свадебный координатор и свадебный церемонии мейстер. В чем отличие? Отличие в том, что координатор – это тот человек, который, скажем так, курирует весь свадебный день от начала до конца. Он совершенно по обязанностям отличается от ведущего, потому что это тот человек, который правая рука жениха и невесты. Принеси, подай, расплатись, проконтролируй, чтобы все было по таймингу. Ведущий – это тот человек, который заводит гостей, который проводит как раз-таки само мероприятие. Сам банкет церемонии мейстера – это человек, как раз про корабль любви, дальнее плавание и прочее. То есть церемонии мейстера – это тот человек, который проводит церемонию. Это может быть как работник ЗАГСа, так и церемония бутафория, что стало очень популярно за последнее время. Бутафория? Брак недействительный? Это имитация, что ли? Пара, конечно же, сначала расписывается в ЗАГСе. Они могут расписаться за день до или за два дня до, или, может быть, в этот день только с утра. Но обычно у нас как официальная речь на латышском языке, то есть все они подписали. И это официально, стандартно и без, скажем так, сентиментальности. А вот как раз-таки церемонии мейстер – это человек, который проводит церемонию. Это могут быть, туда могут добавить и клятвы, это может быть на русском языке, на латышском, на английском, в зависимости от пожеланий клиента. Кто-то говорит, последняя возможность одуматься. Да, именно так. Понятно. А, кстати, какую роль сыграли, опять-таки, все эти ковидные ограничения? Потому что я в свое время общался с человеком, который организовывал необычную очень трансляцию, вот свадьба. То есть там были жуткие ограничения. Гости сидели на расстоянии двух метров друг от друга. И по скайпу, там вот буквально чокались по зуму, значит, у себя дома. Ну, то есть были как бы приглашенные, но не приглашенные. Они просто сидя у себя дома, через зум поднимали тосты за жениха и невестой. И вот такой банкет происходил как бы в очень странном режиме. У меня только один уточняющий вопрос. Жених с невестой, они хотя бы были в одном помещении или только по зуму? Или тоже по зуму. По зуму. Ну, наверное, первая брачная ночь по зуму, почему бы и нет в наше это время-то. Может быть, кто-то такое практиковал, да. В принципе, да, я знаю, что были такие ситуации, были такие случаи, что, конечно, большинство пар, они переносили свадьбу. Да, ну, невозможно там по зуму или, скажем, вдвоем пойти расписаться. Ведь зимой же было так. То есть можно было пойти расписаться вдвоем в масках и свидетели. А свидетели тоже были, да. Вот. Либо переносили все. Ну, большинство, конечно, переносило свадьбу. А в этой связи, простите, что перебью, просто уточняю еще вопрос. В этой связи не приходило ли в голову и церемонию перенести на год, когда, ну, возможно, какие-то послабления, облегчения, больше самих церемоний. И есть из чего выбрать? Церемонии переносили. То есть я, как организатор свадеб, мне тоже пришлось столкнуться с тем, что мы сидели столько времени без работы, да. И приходилось поддерживать пары, ведь, сами знаете, невеста, когда они готовятся к свадьбе, все уже должно идти по плану. То есть все должно свершиться тогда, когда они изначально запланировали. Но если это переносится, если каким-то образом невозможно осуществить желаемое, то, конечно же, тут сразу истерики, слезы и так далее. То есть у многих пар не было понимания, когда они смогут обручиться, когда они смогут расписаться и заключить свой брак. Вот, поэтому я сама сидела очень долгое время без работы в тот момент. Я, конечно, еще училась параллельно. И плюс еще в тот момент как раз и я поняла, что нам нужна вот эта вот поддержка, ассоциация. То есть тот человек, который будет защищать интересы всей отрасли, да, и, ну, поддерживать. Потому что иногда была дезинформация. Сегодня пишут, что у нас локдаун, завтра пишут, что есть какие-то там послабления. То есть и каждый раз нужно было четкую информацию, что мы можем, а что мы не можем. А сколько человек вообще занято вот в этой всей свадебной вот этой машинерии? То есть вот сколько, как вы оцениваете, ну, вот работников, свадебных ведущих, церемоний мейстеров, кондитеров, фотографов, которые специализируются на свадьбах. Вот вся вот эта вот обслуживающая машина. На самом деле этих специалистов очень много, невозможно сосчитать только за счет того, что у кого-то еще не хватает достаточно сил и возможностей для рекламы себя, да, и где-то вот выплывают там какой-то новый фотограф, какой-то новый кондитер. Вот, поэтому, ну, невозможно сосчитать то самое количество. И как раз-таки я думаю, что вот этот проект Wedding Awards, он сможет и подсчитать, как много у нас специалистов на рынке, да, потому что это прекрасная возможность заявить о себе. А вы упомянули, говоря о работе ассоциации, необходимость разъяснять различные нормы, но, с другой стороны, это означает и общение с какими-то государствами, в том числе учреждениями. Да, безусловно. Опять же, ну, не знаю, давление, не давление, уместно ли говорить в вашем случае о давлении какому-то, но хотя бы разговор. Приходить к кому-то, говорить, слушайте, ну, давайте все-таки послабление, люди мечтают провести... От имени ассоциации. Да, конечно. Что в этом смысле происходит? Как было в прошлом году, мы могли видеть, что многие ассоциации защищали свою индустрию, предлагали возможные варианты работы, допустим, индустрия SkyStormCoption, они говорили, мы можем работать, можем предоставить безопасные места. И, то есть, мы, в принципе, понимаем, что индустрию свадебную некому защитить, поэтому мы также при каких-то таких ситуациях будем, можно сказать, юридически защищать эту сферу, бороться за возможность работать. Собирать так же само, например, подписи, если нужно было ходить бастовать, вот как было, да, с отраслью красоты, да, они тоже ходили бастовали, вот, и мы также... То есть, пока такого опыта не было, но вы предполагаете, что, возможно, и придется этим заняться? Да, да. То есть, мы также будем готовы, если что, выступать на телевидении, рассказывать о том, что мы можем предоставить какие-то безопасные условия для работы свадебных специалистов, да, и, ну, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас немножко обидно прозвучало. Вот эта вот фраза, если понадобится, мы готовы выступать по телевидению. Сидят, выступают на радио и мечтают о телевидении. Вас и так показывают, у нас прямая трансляция идет на Фейсбуке, честное слово, поверьте. У меня сразу возникает вопрос, где готовят кадры? То есть, вот, ну, ваша ассоциация будет ли заниматься тем, чтобы, ну, во-первых, контролировать качество предоставляемых услуг и заниматься подготовкой новых кадров, потому что, в принципе, вот, как стать свадебным ведущим, например, вот, готовят ли, есть ли какие-то курсы? Или это просто люди, ну, вот, шоумены, они просто методом проб и ошибок овладевают этой профессией? Один раз провел там свадьбу, друзей облажался, ну, просто, ну, потерял друзей, следующих друзей потерял, еще на четвертый раз все получилось. Или вот все-таки есть какие-то возможности курсов? У нас в Латвии, насколько я знаю, у нас нет обучения хостов, шоуменов и ведущих, да, то есть, у нас есть обучение ораторского искусства, актерское мастерство, да, организация мероприятий, да, то есть, тот же самый университет Росеба предлагает, да, организацию мероприятий, это их новая ветка. Там недавно обратились студенты, чтобы попрактиковаться у нас в связи с организацией мероприятий, например. Да, у нас сейчас есть одна практикантка, девочка с университета, которая проходит практику уже вторую. Ну, вот, есть ли вот какая-то специализация, например, фотограф, свадебный фотограф, кондитер, свадебный кондитер, вот эти вот какие-то, ну, например, просто визажист, вот именно свадебный визажист? В принципе, да, есть, есть вот эта вот разница, ну, к примеру, обратиться в компанию, которая делает торты, скажем, для магазинов, да, у них, ну, невозможно заказать свадебный торт, да, у нас есть конкретные кондитеры, которые больше всего вот занимаются вот этой специализацией, только за счет того, что у них много опыта, у них вот заказывают, вот они и делают, к ним достаточно тяжело попасть. Если тебе нужен торт через две недели, тебе просто откажут, если это свадебный сезон. Потому что свадебный торт, это не просто торт, это целая конструкция, как мы знаем, из нескольких этажей, и не все кондитеры умеют приготовить такой торт. И получается, опять-таки, что здесь вот этому нельзя научиться, вот, ну, нет тут курсов вот специально вот по этой профессии, то есть это тоже, ну, каждый изучает, учится самостоятельно. Прямо готовая бизнес-ниша, на базе ассоциаций бери и проводи эти курсы. Творческие подходы. Конечно, да, фотографы, видеографы, там, не знаю, ведущие, действительно, есть же нюансы. Потому что фотографы, ну, господи, мы же все знаем, что есть вот определенный какой-то канон, вот, ну, фотографии, которые должны быть, ну, вот, сделаны, каждый хочет в своем альбоме иметь, вот, ну, вот, нужно снять так, 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 вот в каких-то ситуациях, в момент, там, в ЗАГСе, после, и... То есть, вы можете, в принципе... Открыть школу. Специально школа со всеми 31... Нам с Олегом процент заинтересовать, пожалуйста. У нас изначально планировалось, что ассоциация будет не только, соответственно, поддерживать эту индустрию, но также делать выставки, проводить какие-то конференции, и, соответственно, где будет... Очень полезная информация для людей из этой сферы. Какие-то новые идеи, потому что наверняка ведь есть мода на определенные, там, не знаю, свадьбы, в каком-то определенном стиле приходит мода. Вот, вот, я, кстати, хотел подвести к этому вопросу, опять же, с учетом различных пандемийных ограничений, можно ли, в принципе, говорить хотя бы в этом году или в следующем, о да, о каких-то модных тенденциях? Или здесь не дожижу, что называется, хоть бы как провести? Нет, конечно же, каждый год тренды меняются, что-то может оставаться с прошлого года, да, но тенденции, они частично меняются. И первое, конечно, кто нам диктует вот эти вот тренды, это институт цвета понтона, да, который как раз-таки дает вот этот ежегодный цвет как для мода, так и для свадебной индустрии, да. Мы следим за этими трендами, пытаемся что-то новенькое добавить. Конечно, больше у нас пары такие консервативные, да, и, в принципе, все приходят с одним и тем же запросом. Это цветы, это золотые подсвечники, стеклянные подсвечники, там, зеркала. Пудровые оттенки. Пудровые оттенки, которые уже, начиная, не знаю, с 2018 года, ну вот ничего не меняется по пудровым оттенкам, большинство приходят и спрашивают именно это. Вот, а в целом, да, тенденция меняется даже несмотря на пандемию. А есть ли какие-то безумные вообще, ну, условно говоря, свадьба нудистов, которые там вот хотят вообще побойтись без платьев свадебных, в том числе, ну, просто какие-то, ну, я как пример привел, но... Ну, скажу, нет, у нас таких запросов пока не было, но я думаю, что, может быть, кто-то и практикует. Единственная такая безумная идея, вот буквально недавно мы получили запрос на организацию свадьбы в рок-стиле. То есть это будет нестандартная свадьба, не будет белого платья, не будет никакого смокинга. Эта свадьба пройдет в ноябре на 200 человек, вот, и я думаю, что весь интернет потом, наш именно рынок взорвется от этих фотографий, когда увидят, что это будет. То есть это будет оригинально, необычно, нестандартно и... Вот, прекрасно. Ну, уже оригинальные смелые идеи было в такое непростое время заняться организацией вот этой свадебной гран-при. Напоминаю, с нами были Яна Милия и Кристина Гурович, основатели Ассоциации латвийской свадебной индустрии. Мы говорили о Latvian Wedding Awards, вручении трофеев весной 22-го года. Удачи! Спасибо, спасибо большое, спасибо, что пригласили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Только к вам, только к вам. И на наш же новостной портал Мекс.Ньюс ЛВН. Спасибо.